друзья мои хорошие всех прессом канале меня зовут дмитрий канал добро едет сегодня american track симулятор потихонечку моды начинают набирать свои обороты я до этого говорил ребята дим что ты не делаешь обзоры на мод нету модов чтобы на них делать обзоры вот реально ребята нету рынок стал скудным все моды как-то вот обновляются да и обновляются и ничего интересного просто из версии версию и что-то хочется какого-то гладка воздуха что-то новенького что-то интересного да по дизайну туда-сюда хоть какие-то разработки сегодня одна из таких вот разработок ребят я выражаю благодарность франку перу есть такой мод отдел зарубежный который сделал действительно интересный грузовик да есть моменты я про них расскажу мод приватный платный стоит он 27 бачей это на скидку где-то две с половиной тысячи рублей пойдет только для ценителей для любителей есть нюансы но опять же будем по ним разговаривать поехали версии игры ребят последний 149 314 steam лицензия со всеми допами да dlc со всеми поехали смотреть по грузовику продаются дилеры брендов модификации и вот собственно эти модели здесь у нас представлена volvo vnl vnr от него же но я не буду рассмотрена просто допом идет vnr к буду смотреть вот на это volvo 24 года есть моменты по салону до него добежим ребят просто сейчас на будущее скажу что есть там по салону вопросы да но ребята вы посмотрите на самая презентованная volvo 24 года с ушами с камерами со всеми делами дизайн вот исходя из того что я не сильно прям люблю vnl современную имеется ввиду до 20-го года были в нл к это уже прям космос вот реально мне так дизайн зашел он кайфовый он офигенно кайфовый для какая по для какая морда у него вообще для какой аппарат блин понятно задняя часть там у них не изменилась там тот же аэропакет идет все дела но вы гляньте какая у нее мордашка блин класс надеюсь когда-нибудь мы в америке официально от разрабов ее увидим ну мы в нл ку ждали миллиард лет эту будем ждать 2 миллиарда лет наверное когда у меня в правнуки будут мы наверно увидим эту машину в игре этот грузовик поехали смотреть освещение здесь имеется линзы да все дела были сделано классно модели достаточно тяжелый как тяжелый за это конечно от пк у франка перу никогда не было легких модификаций в целом но вот эта модель прям да прям шик давайте смотреть значит смотрите по кабине имеется три варианта кабины 300 это да и кап по сути да то же самое что было презентовано вариант да и кап вариант 840 здесь повыше и максималка вот так вот давайте прям вот наверное с трехсотки мы с вами посмотрим по шасси два варианта лонг лонг сразу привязывается к максимальной кабине поэтому обычный шорт если мы будем смотреть то вот да и кап пожалуйста нас есть двигатели каминсы и вольвовские движки то есть два варианта эксплуатации два варианта движков от компании которые в нее пихаются это да это каминс и это вольво движки классные движки со звуками все оставлю 450 прям вольво даже не буду мудрить вот она у меня сзади сейчас посмотрю на оба если видно да а то я там сижу красиво на фоне дальше трансмиссии то же самое и тон шифтинг все дела 10 и 13 ступенчатый ступенчатый тн и элисон коробки ну вот как-то допустим что-то я там воткнул салон вот ребята теперь момент по салону сожалению это первая версия этой модели и и в дальнейшем автор будет нацелен на разработку собственного интерьера для данной volvo 24 года но хочу отметить следующее я посмотрел картинки я посмотрел фотографии volvo предыдущие ну собственно вот этой и volvo новый красивый честно дизайн интерьера практически не изменился здесь только появилось больше размером на торпеде навигация мультимедиа и аналоговая приборная панель абсолютно идентичная что сейчас только стала digital больше изменений по салону явных таких нету поэтому до салон в данный момент от предыдущей volvo но он практически не изменен в новой volvo вот практически только с исключением двух экранчиков и возможно там чуть чуть-чуть по моему расположение вот верхней части вот здесь торпеда там чуть-чуть побольше в целом абсолютно одно и то же цветовые гаммы понятное дело flat вот такие светлые все никуда не поменялось осталось все по умолчанию от нас да и кап никаких дальше там вариантов собственно нету переходим к окраске цветовые гаммы стандартные да какие-то решения есть имеются в нл blue там и так далее пользовательский цвет любой по логу игры есть проблемы с аксессуарами здесь небольшие но не влияющий сильно прям до сайдки то что сайдкидами это боковые эти самые вот но в целом в целом вот сейчас листаю да тут вот аксессуары вот с калором до цветовые что-то по прописке с цветами но в целом вполне себе нормально вот возьмем и стандартный цвет который был презентованный то что было изначально блин какой дизайн у нее морда такая космическая просто тюнинга тюнинга охренеть поехали снизу вверх соответственно у нас тюнинг есть да вот эта часть тоже у нас меняется стандарт то есть темный это как пиано пиано black пиано да такой рояльный цвет что ли стандартный потом цвет соответственно вот такая вставка под хром но она такая это не хрома какой-то типа пластика не знаю ошибка здесь хромирована вот такая и хромированная вот такая более замазанная более такая ну вот хром и соответственно цвет давайте оставим цвет соответственно просто пробегусь нижняя губа та же самая история абсолютно то есть меняется опять же пиано black chrome дальше у нас вот эта часть то же самое вру вот эта часть тоже хромированные и так далее здесь у нас вниз то же самое хром цвет пластик и так далее эта часть volvo самого шильдика тоже темные со вставками цветная хромированная chrome 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 здесь у нас решетка классическая цвет еще один chrome еще один chrome и еще один chrome здесь у нас та же самая история боковые вещи Морда передняя, да, тоже хром, цвет и так далее Верхняя часть, то же самое у нас может быть хром Такая вот получается у нас морда, да, ну давайте прямо, наверное, тогда Вот здесь вот я оставлю стандартный Вот эту часть я поставлю хром Тогда уж прям сходу будем комплектовать И вот эту я тоже поставлю хром То есть здесь, в принципе, больше такого сильно ничего Здесь у нас боковые, мы сейчас до ним тоже добежим Вот окантовка хромированная Боковые вещи тоже у нас будут хром Линзы стандартные и светлые Она как подхромирована, но оставим стандарт И, наверное, это будет выглядеть вот таким вот образом Решетка радиатора вот здесь, которая да, воздух Это дефлектор, тоже стандартный Такой хром и вот так оставлю в хром Передние зеркала капотные Стандартная краска хром, хром, хром Давайте вот так вот сделаем хром Да, сразу прям хром, хром, хром Прям уж вот так вот Я сейчас примерно по аналогии, как это было в оригинале Как их презентовали, да, собственно Здесь у нас аэропакет Колеса, диски не меняются, нет такого Дополнительное можно добавить освещение Оранжевое, либо белое, допустим Низ у нас есть стандартный аэро Либо white светлый Давайте стандарт аэро Здесь у нас то же самое, мы можем устанавливать подножки Базовый цвет меняется, оставим по умолчанию Здесь у нас баки большие, вот такие хромированные Здесь у нас ручки, опять же, ну вот так вот я оставлю До зеркал мы сейчас дойдем с вами Это тоже мы дойдем с вами Здесь у нас может быть дополнительно стандартное, по сути, освещение какое-то Если мы хотим, да, воткнуть сюда это дело Дальше, 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 дальше Форны тоже устанавливаются сюда Ну какие, допустим, вот такие, да, любые Здесь у нас понятно, что убирается Это может быть вот такой сполирок Эксклюзив Жопа тоже у нас забегается назад И вот у нас, по сути, дейкап в таком варианте Он присутствует И, в принципе, больше здесь Либо стандартный вот этот пакет Да, то есть вот этих крыльев Хромированные, какие-то темные, светлые Колеса не меняются Жопа, опять же, от стандарта До Аэропакета Различного цветного, либо не цветного и так далее С шильдиками там и все остальное, да То есть меняется, пожалуйста Ну и здесь настил Разный настил Здесь у нас выхлопные трубы Одна, либо с другой стороны Либо вот такая Либо удлиненная Либо двойная И двойная удлиненная Да и, в принципе, ребята Что касается этой модели Да, биконы Понятно, они будут убирать вот эту историю Биконы здесь есть По зеркалам, ребята Зеркала, если мы ставим Смотрите, здесь есть стандартные зеркала Тоже такая презентация У них есть опция Прям показывали Стандартные зеркала Вот такие зеркала Камеры По аналогии с 680 NextGen Краска стандартная Хромированные Заводской вариант Хром 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 камера Ну и, собственно, вот хром камера Камеры сразу добавляются, ребята, внутрь То есть, в принципе, больше здесь смотреть, ребята Ну, боковая, да, еще вот эта история Больше здесь особо рассматривать Здесь, собственно, нету ничего, да То есть, по этой базе То есть, в салоне это будет вот так У нас есть камеры Они здесь присутствуют Есть зеркала И салончик абсолютно простой Да, то есть, опять же Есть ковролин Изменяются седлушки по стандарту Как они, в принципе, были Ничего такого На торпеду педали какие-нибудь Тростмастер можно воткнуть Ну и, собственно, сюда какой-то руль И два варианта самого руля Классика и со строчкой Все И ленивчик Ленивчик И все Больше Лентяйка И больше ничего, ребят, на самом-то деле Так Посмотрели Если мы берем 840-ю Абсолютно вся та же самая история Абсолютно все то же самое будет Удлиненные только баки уже будут Здесь то же самое Дефлектора Здесь у нас те же самые Мы можем установить Какие-то различные Корны И биколки Звонилки Освещение Опять же какое-то Если вам нравится подобное Да, какая-то такая вот комплектация Пожалуйста Здесь у нас Дабл радиант Установка Маяков Светлых Темных Пластик камера Вот здесь теперь уже появляются у нас Уши Потому что где же у нас эти камеры Да, то есть есть вот такие уши И цветные уши Пластик Ну и вот в принципе, ребята, больше здесь А, ну и два варианта освещения на козырьке Да, то есть красный либо светлый Вот, остальном ничего не меняется Блин, зеркал охренеть Раз, два, три, четыре Жесть какая-то Так, окей И здесь понятно Вот так вот Блин И максималка Где у нас максималка Максимальная комплектация Вооо Вот это уже пожар Вот это уже пожар Я прямо ее так сейчас составляю Как она есть Единственное Единственное Я сейчас, наверное Уберу вот эти вещи Сделаю дефлектор То есть дальше комплектация сильно не изменилась Здесь у нас выхлоп Где у нас А, козырек уже Уже козырек цветной Либо пластик Давайте пластик оставлю Дальше у нас Низ сейчас, понятно, меняется Оставляю здесь Выхлоп я делаю двойной высокий Двойной высокий здесь Так, так, так Можно добавить освещение Допустим белое Совсем белый Так, 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 так Так, подножки хромированы Все у нас хромированное Больше Ничего Так, таковое И я ставлю черные Уши На самом деле Это все прям под оригинал Сейчас было Стандарт Эксклюзив Есть И, по-моему, с какой-то стороны Здесь можно было Вроде как Менять что-то Я еще видел комплектацию Где она Пластик Во Вот здесь пластик еще ставится И вот таким вот образом Ребята Это что у нас? А, фильтра У меня сбились Да, снизу Вот, вот так Вот, вот, вот Для какой аппарат Его мы с вами и оставим Это, по-моему, все Что я хотел показать Ребят, единственное По жопе Да, если смотреть Мы с вами будем по жопе У классики Там, который был презентован У него был черный Черный вариант С белыми По колесам Там были Вот так Блин, где они Вот такие Точно помню Можно посмотреть Сейчас картинка будет Во И Перед у нас Я оставляю, наверное, его Неизменным Оставляю его, наверное, неизменным Сейчас только как-нибудь Гайки Такие хромированные И Вот, наверное Как-то вот так Это будет Блин, огонь Гля, какой аппарат Переходим в салон В салоне ничего, ребята Не изменилось То есть все остается По умолчанию Здесь у нас Единственное, что А, ну Висящий предмет Сисла не поддерживается Кстати Что-то его нету Здесь Сисла Вот Шкафчик Салон здесь уже У нас максималка Со столиком На шкафчик Понятно Какие-то мы можем Наклейки стандартные Запигарить Ковролин Поставить обратно Какой-нибудь Седлушки Какие-нибудь Эксклюзив Вот такие Поставить И руль у нас Со строчкой Больше здесь Никаких вариаций Друзья Нету Покупаем Покупаем Гля, какая тачка Ёперный Тетя Куда мне теперь Это все дело Закинуть Покупаем Одеваем На ушки Ушки На макушке Ядрить у меня Сколько всего тут Вольво ВНЛ 20 24 Океюшки Будем сейчас Смотреть с вами Будем смотреть Блин, по дизайну Конечно, ребятки Отас Прям вообще Отас Вот реально Так Мышка Не мут Так, включили мышку Приближалка Имеется Салон, как я и сказал Старый Гля какая Первая версия Переднее стекло Переднее зеркало Капотное Закрывает Но в целом Пофигу Освещение Зеленый цвет Есть все Аварийка Работает Сигнал Есть Задний ход Звук Есть Аварийка Работает Гуляк Единственное Не пойму Сейчас посмотрю Как она обновлена Капот отдельно Будет Да, капот отдельно На капот Здесь не видно Ну, поехали Да Используются камеры Давайте сейчас По настройке сидения Во-первых Я сейчас Увеличу ФОВ Назад Два раза вверх Два раза вниз Даже вот так сделаю Значит По вылету Есть По наклону Все работает Оставлю Наверное Сейчас по умолчанию 75 Вот так вот Увеличу его Ну, допустим Как-то так По настройке зеркал Зеркала Меняются Капотная Левая Меняется Капотная Правая Меняется Правая Вместе с камерами Двигается Понятно Малая Левая Двигается Малая Правая Тоже Двигается Ну и фары Понятно Мы можем Все это дело Здесь настроить Блин, он шикарный Камера Не тупит Камера здесь работает Дублеров Здесь нету Ну-ка Я сейчас Если Попробую Блинкер Путь срабатывает Да Блинкер Срабатывает Только Где он тут Есть Непонятно По поводу Этих самых Поворотников Дублер Сбоку Давайте Сейчас Вот так G C Time 1 Делаю Ночь Мы с вами Смотрим Как это будет У нас Выглядеть Аварийка Внизу С боков Дублеры Есть Салонного Света На О Нету Мигает Но не Не Дублирует Ну Индикации Нет Аварийку Выключу Так Это уже Габариты Ближний Дальний Реверс Есть Освещение Есть В салоне Ничего Не светится Нормально Все Да Слушай Зеркала Тоже Вполне Себе Зеркала Тоже Вполне Себе Так G Set Time 12 Ослеп Нахрен Ослеп Нахрен Ну Ничего Так Блин Снаружи Прям Шикарно Ребятки Для Какая Пара По Зеркалам Давайте Зеркала Сейчас У меня Кнопки Не На Строены Блин На Быстренько Зеркала Открыть Давайте Я левое Открою Открыть Левое 2 Выпускал 3 0 Так Тормози Стекло Опускается Анимация Присутствует Да Все Отлично Соответственно По дождю Что у нас По дождю G C Дождь Так Никаких проблем Нету Дворники Мажут Снаружи Анимация Есть Блин В целом Неплохо Вообще Для первой Для первой Версии Офигенно Датчик дождя Стоит Включается Ну и Соответственно Блин Какой же он Космический Вот передний Капотный Который Можно было Вообще Убрать Выглядит Конечно Блин Солидно По салону Опять же Говорю Пофиг Вообще Ребята Реально Пофиг Диджитл Заместо Аналога Чуть Другая Панель Чуть Чуть Там не сильно Разработчики Мудрились С этим Если честно Производители Но выглядит Конечно Космический Так Симуляция Сцепки Поехали Покупка Грузовика Зачем Покупка Прицепы Какой-нибудь Зерновоз Без разницы Что Но чисто Для того Чтобы проверить Понятно Что в пневмом Будет работать 0 и в 9 Загрузились Разгружаемся Кобеля Анимированы Кобеля Присутствуют Вперед Отъехать Назад Скинов Кстати Нету Цепляется Как в родную Никаких проблем Нету Есть Сейчас пока 450 сил Но слабоватенько Да Как-то Engine break Работает Блин Ребят Ну слушайте Ну вот Такой вот Афарат Огонь Вот реально Офигенно Мне очень нравится Не знаю Пишите в комментариях Что вы думаете По данному моду С вами был Дима Канал Добро есть Спасибо Франк Кирус За представление Мода на обзор Удачи Увидимся Пока